Доброе здоровье, уважаемые подписчики моего канала! В течение жизни пришлось многими вещами заниматься, помимо питания, очищения, закаливания, голодания и прочего, а именно заниматься работой сознания, как это все работает. И в частности, ну такими проблемами, когда тебя могут оскорбить, унизить, ну и прочее, прочее, прочее. На основании примера, о чем говорит там специалист, я выскажу свою точку зрения, вот как я это понимаю и поступаю, а вы ее сравните и что-то возьмете для себя. Итак, специалист говорит, хамство можно опустить, хамство можно опустить. Ну, давайте начнем и мои комментарии по поводу хамства в ваш адрес, как с этим бороться, на что обращать внимание и прочее, прочее, прочее. Есть такая наука, называется ассертивность. Ассертивность – это техники уверенного поведения, иначе называют техники психологического самбо, каким образом отвечать на грубость, хамство, негатив, мат, провокации, занижение вашей самооценки. То есть вас хотят опустить, унизить и так далее, хамят. Как к этому я отношусь? Ну, в первую очередь, там как рассказано о самооценке. Вы должны настолько себя оценивать, реально оценить свои возможности, свои действия и так далее, и так далее. То есть трезво рассуждать на разные темы, устояться в этих темах. И если просто, а у меня часто на канале бывает, просто какой-то идет, знаете, хамский комментарий, без обоснования. То есть если нет обоснования, вот говорят, что ты, Петрович, такой-сякой и так далее, я этого человека просто-напросто забаню. В любом случае, если на вас обратили внимание, вы заинтересовали этого человека, и обращение внимания в виде хамства или еще чего-то, есть повод задуматься над своим самосовершенствованием. Либо, когда это аргументировано, вы берете это все к сведению и меняетесь, либо же у вас своя самооценка, вы понимаете, что это действительно какая-то беспочвенная ерунда, и какое там это самое самбо там, и прочее-прочее-прочее психологическая защита. Ну я как-то к этому отношусь несколько, несколько вот так. Запомнили. Идем дальше. То есть есть определенные словесные штампы, которыми вы можете осадить наглеца. Зачем его осаживать? Если у вас вот просто это наглец, который без всяких обоснований, без всяких объяснений просто вам бросил там фразу, ты там такой-сякой, это просто глупый человек, на которого не стоит обращать внимание. Не стоит ваша самооценка выше всего этого. Вы-то себя знаете. А этот человек тут пришел, вот как на канал пришел, что-то там увидел, так как, ха, ляпнул, как в воду пукнул. И все. Нет обоснований. То есть на это вообще не следует обращать и внимания. И можно так сказать. Дорогой, вы не приводите никаких доводов. Это просто оскорбление, которое говорит о том, что ваш уровень развития чрезвычайно низок. Вот так просто ответить, да и вся недолга. Знаете, без всякой ругани, без всяких там осаждений и прочего-прочего. Знаете, так мягонько, спокойненько, и все. Вот. Что говорить, если вам выкрикнули бранные слова из аудитории? Как не растеряться? Один прием из ассертивности мощный. Черная пешка, белая пешка называют. Вот смотрите. Опять-таки, то, что я вам раньше уже сказал, вот эти все эти бранные слова, там, ты там лысый, без зуба, и еще там что-нибудь там такое выкрикнуть. выкрикнуть. Это, опять-таки, может задеть только того человека, у которого действительно низкая самооценка, низкая уверенность в себе, в своих силах. Если вы уверены в себе, в своих силах, в своей правоте, у вас сразу найдется, что на это ответит, на вот это вот хамство. Причем спокойно, без всяких там вот этих вот вещей. Когда, вот смотрите, дальше. Черная пешка символизирует собой гадость. Любую. Вот человек уже что-то говорит, вы уже видите, по выражению его лица, по поведению, по злобной манере, по своим чувствам, вы уже чувствуете, вас колотит, что это гадость. Ага. Вот видите, вот важно, замечено, что вас начинает колотить. Это говорит о том, когда вас начинает колотить, к вам кто-то обращается, что вы в себе не уверены, что вы в себе не устоялись, что вы не цельная личность, и вас легко вывести из равновесия. И это, вот эта вот колотьба внутри, когда начинается у вас, это говорит о том, что это повод для работы над собой. Когда начинает вам вот так вот что-то высказывать, вы все это спокойненько, вы слушаете и ждете аргументов. Если аргументов нету, значит на это просто-напросто не стоит обращать внимание. Я уже повторяюсь. Просто-напросто сказать, вы знаете, вы беспочвенно что-то сказали, что говорит о том, что вы вообще не знаете, кто я такой, что я делаю, и поэтому, как вы можете судить, и возьмите, ваши же слова придут вам назад. Все, на этом. А вот это начинается черная пешка, белая пешка, куда-то, что-то это, это уже, как говорится, вот такая простая вещь, это уже от лукавого. Какие-то там приемчики, это уже, можно так сказать, есть работа на высоком уровне, когда вы знаете себе цену, а есть работа на более низком уровне, вот когда вы не знаете действительно себе цену, и тут, как бы сказать, на вас смотрят, что вы ответите, как вы там ответите, вы начинаете вот это волнение, начинаются вот эти вот эти процессы, что, что, как, И тогда начинают вот такие вот рекомендации идти. Но они ниже по своей эффективности, по своему уровню. Лично я как-то это уже прошу, чтобы, знаете, вот так что-то обращать на человека, который пытается вас оскорбить беспочвенно, без аргументов. Что нужно сделать первое? Первое, нужно представить, что он, перевести его слова с точностью до наоборот. Например, он говорит, что я идиотка. А вы представляете, он говорит, ты умница, или говорит, ты страшная. А вы представляете, он говорит, ты красотка, или там, дура некомпетентная. А вы представляете себе, да, вы профессионал высшей пробы. То есть вы переводите себе слова наоборот. И словесную реакцию вашу и поведенческую нужно выдавать на вот эту беленькую пешечку. Не на черную, а на белую. Сейчас потренируемся. У меня даже есть такой тренинг прикольный, называется тренинг унижением. Чего только не придумывают современные психологи. Вот эта ассертивность, вот эти какие-то слова непонятные, которые надо там разъяснить. Вот это, что это, что это, какое-то там психологическое айкидо, когда вы должны кого-то там подавить и так далее, и тому подобное. Ну не то это, это совершенно не то, что-то нагромоздили такого. Когда просто, если ты уверен в своей правоте, в своих знаниях, в своей практике, да ты все это генерируешь. Сколько там мне вот говорят насчет там чистки печени, вот да ты что, масло с лимонным соком смешиваясь дает камни и так далее. Специалисты там высказывают, а вы чистили печень или нет. То есть множество вот различных таких вещей, которые за вот такой вот сложной, словесной, как бы сказать, завесой, теряется простота и эффективность, о которой я вам говорю. Проще эффективность. Уверены в своей правоте. Да вы не обращайте на это внимания. Еще разок повторю. А если аргументированно что-то вам сказали и вот действительно наткнули на какие-то недостатки, вот это ценное замечание, которое позволяет на основании вот такого вот вам измениться и расти. Чувствуете разницу в подходах? Итак, унижением, вот унижением, унизить и так далее, там погода человека, значит унизить. Ну давайте, дальше послушаем. Для того, как люди проходят инструктаж, я каждому даю провокацию. Почему голову не моешь? Воду отключили. И мы начинаем оправдываться. Я к чему клоню-то? Что если вы не обучены, я показала только, что... Что она себя заваливает? Да? Мне там условно говорят. Ну в любом случае внутри дискомфорт. А если вы можете осадить, обломать, грамот. Так вот, один единственный прием, черная пешка-белая пешка, может вам помочь в 100% случаев. Просто вы осваиваете этот прием и все. Что я отвечу на вот такой вот вопрос? Знаете, есть, конечно, такие какие-то некорректные такие вопросы, которые могут сбить человека с толку, но, как правило, сбивают с толку опять-таки не то, что там вот необученных людей. Нет. Они сбивают неуверенных в себе, неустоявшихся в своей проводе людей. Почему я не мою голову? Потому что считаю так. Когда мне помыть? И ваше какое дело? Вот, знаете, просто сказать. Какое ваше дело? Я считаю, когда надо, тогда я и помою свою голову. Просто ясно, вот знаете, вот что-то там хотят действительно там унизить или еще у вас как-то. Но это унижение, такой устоявшийся человек, знающий себе цену, а цена эта слаживается из знаний, которые он приобрел, из умения, которые он на основании этих знаний может приложить к себе, и вдобавок из опыта, которые эти знания и умения он уже приложил и знает, к чему это ведет. Тогда, естественно, никакого ни унижения не будет, ничего там не будет. Это, наоборот, говорит о том, что вы стали гораздо выше, гораздо выше, гораздо сильнее, гораздо ценнее для себя. Вот, так сказать, я начинаю психологические вопросы. Я их уже там для себя разобрал. Но вот встречая различные вот эти видосики, я вижу, я бы вот так это все дело преподнес. Как вы считаете нужным, вот, допустим, то, о чем я вам рассказал, либо то, что вот эта вот женщина говорит вам ближе. Я провел свои аргументы. Она провела свои там аргументы. Можем порассуждать на эту тему. Дальше я потихонечку вот свою психологию, как я ее понимаю, применяю, чтобы она была ясна, просто, понятна и эффективна, я убеждаюсь, эффективна, хо-хо-хо-хо, работала. Итак, пообсуждаем. Психологи. Проверка на унижение. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!